Время отдавать долг Родине. В этом году призывников ждут нововведения. Главным из них станет персональная электронная карта, которая будет содержать биометрические данные, сведения об образовании и профессиональной подготовке новобранца. Фактически новая электронная карта будет выполнять функции военного билета, хотя сам билет по-прежнему остается основным документом военнослужащего. С этой карты приходят войска. В войска эта карта, соответственно, будет уже наращиваться. Там будут указаны и сведения о его состоянии здоровья, какие там получил заболевания во время проходения службы, также как он, это боевая подготовка, как он стрелял, водил. Из Самарской области на службу в армию отправится порядка трех тысяч человек. Самарцы служат по всей России, в том числе и в отдаленных регионах. Служить рядом с домом смогут те, у кого тяжелобольные родственники и маленькие дети. Еще одно полезное новшество будет ждать призывников в военкоматах. Теперь им будут выдавать крем для рум, гель для душа и другие средства личной гигиены. Также изменения коснулись и медкомиссии. Например, анализы на ВИЧ и гепатиты В и С стали обязательными. Призывники с имеющимся плоскоступием второй степени, которые ранее признавались ограничены годными, и таких было в Самарской области очень много, то в соответствии с нынешним постановлением только третья степень плоскоступия будет являться основанием для освобождения от военной службы. Срок службы в российской армии по-прежнему один год. В ближайшее время изменений не предвидится. Призывной возраст также от 18 до 27 лет. Примерно через неделю на контрольной явке призывникам объявят, в каких войсках и каком регионе они будут проходить службу. Весенняя признанная комиссия продлится до 15 июля. Валерия Квасневская, Валерий Шаронин. События. Валерий Шаронин. Валерия Квасневская, Валерия Квасневская, Валерия Квасневская.